Мы приехали из города, а в городе нам дали совенка, которого нашли в Верхтуле. Вроде бы он остался то ли без родителей, то ли потерялся, но его сейчас надо будет вернуть, вернее подсадить куда-нибудь здесь где-то есть саятник. На левую, да Леш? Ему здесь надевают кольцо. Леш, принципиально на какую лапу? А, направо, ну все правильно. Давай, дружок, посмотрим. Посмотри в камеру. Недоволен. Ага, еще чуть-чуть. Ну что ты, щелк, щелк, щелк. Да, да полетаешь еще, полетаешь. Оф, орел. Какой у него возраст? Сколько ему? Тяжело, так сказать. Ну примерно сколько? Месяц? Нет, меньше, меньше. Пару недель. Пару недель, они так вырастают за две недели. Ну они гнездо покидают, по-моему, уже через месяц, поэтому... Ну ясно, хорошее кормление, свежее мясо, как я понимаю. Мясо там. Мясо там. Его Алиса кормила, кстати, перед тем, как нам отдать, что с ним все хорошо нужно. А где садятник? А вот он. А, вон он где. На березе. На которой? А нужно немножко отойти. Вот за другой. Загнутый не видно. Товарищ. Товарищ. Все, иди кормить. С овелкой привезли в коробке. Все, кольцо нормально? Ну, нормально вроде бы. Каждое кольцо имеет уникальный номер, да? Да. И в том, что наконец-то пошли кольца, на которых указан адрес. Ну да. Веб-сайт, на который надо сообщать. То есть что надо делать, если человек нашел птицу с окольцованной, да? Да. Это какая-то международная система, да? Да. Ну, то есть окраска международная. Окраска, нет, зависит от региона. Как раз черно-желтого, по-моему, основа. Сибирский. Да? Ну что? Путь, путь. Пушистик. Так, что еще надо? Можно мне посмотреть? Регкая. Регкая. Регкая, красочка. Будешь атаковать? Будет, конечно. Испугался, конечно. А-а-а. Я зашел.